После воскресных выборов в Европарламент официальные представители бизнеса и объединений трудящихся выразили удовлетворение сохранением политического центра, сообщает Евроньюз. Но они призывают к пересмотру программы по борьбе с изменением климата, чтобы сделать её более эффективной. В то время как Европалата ставит цели по укреплению единого рынка Европейского Союза к следующим выборам. Однако многие отрасли и малые фирмы продолжают бороться за выживание. На самом деле очень большое количество стран, где правые действительно очень серьёзно усилили своё преимущество. И на самом деле много где они просто на первых местах. В принципе, я думаю, что для экономики Европы краткосрочно это скорее негатив. И мы, в принципе, видим это по падению в фондовых индексах на первых торгах после выборов. Но по большому счёту, в общем-то, долгосрочно, конечно, вот такая здравая оппозиция. Учёт мнения сторон украинского конфликта и глобального геополитического контекста долгосрочно может способствовать вероятности урегулирования ситуации, считает эксперт. В перспективе выборов и роста политической воли может возникнуть благоприятная обстановка для переговоров, что в итоге может привести к разрешению конфликта. Это, безусловно, важно для экономики Европы и общего мира. Потому что мы понимаем, что в результате действия санкций главными потерявшими и главными пострадавшими становятся сами западные страны. По крайней мере, это видно по статистике роста ВВП. В этом контексте переговоры и поиск компромиссов могут представлять собой более эффективный подход к разрешению конфликта. Учитывая интересы всех сторон, такой подход важен не только для стабильности в регионе, но и для общей экономической динамики мирового сообщества. Однако развитие событий на ближайшую перспективу будет во многом зависеть от позиции новых евродепутатов, а значит и формировать экономические процессы в ЕС.